Приветствую на канале Как вязать. Сегодня будем вязать вот такой шикарный узор из коз. Он напоминает цепи. Вот такие вот цепи. С обратной стороны выглядит вот так. Подойдет для различных вязаных изделий, пуловеров, кардиганов. Итак, как его вязать? Вязать будем по схеме. Две изнаночные. И теперь, посмотрите, мы начинаем формировать нашу косу. Три петли снимаем и отодвигаем за работу. Следующие три петли перед работой оставляем. И провязываем три лицевые. Затем провязываем три петли со спицы, которая у нас перед работой. Изнаночные. Все три петли изнаночными петлями. И теперь со второй вспомогательной петли провязываем три оставленные на ней петли лицевыми петлями. Далее три изнаночные. Далее три изнаночные. Три лицевые. Снова три изнаночные. Три лицевые. Три изнаночные. И снова берем в работу наши вспомогательные петли. Снимаем вспомогательные спицы. Снимаем первые три петли на спицу за работой. Следующие три петли снимаем и оставляем перед работой. И провязываем три лицевые. Далее провязываем три изнаночные со спицы, которая перед работой. Три изнаночные петли. И теперь со второй спицы вспомогательной провязываем три лицевые петли. Это и есть наша коса, да? Или цепь, которая напоминает нам коса, напоминающая цепь. Три лицевые. Далее три изнаночные петли. Три лицевые. Три изнаночные. Три лицевые. Две изнаночные. И кромочную изнаночные на образце нашим закрылим. Итак, смотрите. Наш рапорт в высоту состоит из 20 рядов. Я сейчас провязала пятый ряд. С первого по двадцатый ряд нужно провязать один раз. А потом вы провязываете с пятого по двадцатый, повторяете. То есть с первого по двадцатый всего лишь один раз в начале узора вы вяжете. А затем уже с первого по пятый вы не вяжете, а с пятого по двадцатый. И формируете вот в таком шахматном порядке ваши цепи, косы. То есть сейчас мне нужно провязать... Я провяжу шестой изнаночный. Ряды далее вяжутся просто по рисунку. Там, где изнаночные петли изнаночными, лицевые лицевыми. И так вы вяжете сейчас шестой, седьмой ряд, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. А с тринадцатого вы начнете уже формировать нашу косу. Уже следующую косу, да, в шахматном порядке, которая располагается. И так вяжем далее по рисунку. Вот так у нас уже формируются косы наши. Сейчас будем формировать косу в шахматном порядке. То есть первую косичку мы провязываем по рисунку. Это наш тринадцатый ряд по схеме. А для второй сейчас снова используем наши вспомогательные спицы. Три петли за работой оставляем на первой вспомогательной спице. Вторые три петли мы оставим на второй вспомогательной спице перед работой. Далее мы провязываем с рабочей нашей спицы три петли лицевые. Лицевыми петлями. Далее с второй вспомогательной спицы мы провяжем три петли изнаночными. Все три петли изнаночными петлями. Вторая и третья. И далее с первой спицы три петли лицевыми провязываем. И далее по рисунку до конца ряда. То есть защип мы сделали в косичке в нашей второй. Следующую косичку мы провязываем по рисунку. Три лицевые, три изнаночные, три лицевые. Так сформирована наша коса. Девять петель в ней. Далее снова в шахматном порядке. Следующую косу формируем. Три петли сняли. Показываю еще раз как. И оставили за работой. Следующие три петли снимаем на вспомогательную вторую спицу. И оставляем перед работой. Сейчас провязываем с нашей рабочей спицы три петли лицевыми. Первая лицевая. Вторая. И третья. Теперь со второй вспомогательной спицы провязываем три петли изнаночными петлями. Первая изнаночная. Вторая и третья. И далее с первой вспомогательной спицы провяжем три лицевые. И далее по рисунку. То есть вы чередуете косы. В одной сделали защип. Вот такой, как сейчас я показала. А в следующий провязываете по рисунку. И такое чередование до конца ряда. Вот такой шикарный узор у вас получится. Модный, современный, объемный. Рельеф просто шикарный. Попробуйте, вам понравится. Сейчас я покажу, как и обещала вам схему. Вот с первого по двадцатый ряд наш рапорт. Но повторяете с первого по двадцатый только один раз. А далее с пятого по двадцатый постоянно повторяете. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал.